Я решил записать ролик о том, как я играю в Sims 3. Мы сегодня познакомимся с моей семьёй, а также узнаем, как работает мод Story Progression. Я вообще начал играть вот с этой семьёй, только из-за мода Story Progression, чтобы узнать, как он работает, как вообще развивается город с этим модом, как его можно будет настроить, и вообще, интересно это или нет. И, ребята, я уже играю сколько недель? Получается, это пятая неделя? Ужас, я так долго играл. И город, ребята, просто живёт, он настоящий, он живой, он развивается, в нём что только не происходит, и, блин, надо потише поставить. Все дома в этом городе просто заняты, все симы размножаются, у них есть дети, они ругаются, разводятся, переезжают куда-то. Ну и давайте уже начнём с истории моей семьи, она начинается с Льюиса Пламера, вот он здесь сидит, смотрит телевизор. Он был очень бедным персонажем, который начинал с самого дешёвого дома, у него не было ни денег, ничего, ни связи, ни работы. Он начал развивать свой бизнес, и в итоге познакомился с одной очень прекрасной девушкой, её звали Агнес Толстопятка. Думаю, что многие знают эту девушку, она стандартный персонаж в Sims 3, и она как раз-таки жила в этом доме. Ребята, если вы обратите внимание на его жизненную цель, она называется Золотоискатель, он хочет увидеть призрак богатой невесты. И как вы видите, данная жизненная цель уже исполнена, а это означает, что его жена уже умерла. И умерла она, конечно же, благодаря, наверное, Льюису. Ну, он имеет такое непрямое отношение к её смерти, конечно. Можно сказать, что Льюис Пламер у нас такой хитрый, коварный персонаж, даже можно сказать, что он Альфонса. Ему где-то уже на седьмой или восьмой ступени бизнеса предложили стать губернатором города. Посмотрите, он стал политиком, теперь он мечтает стать мэром города Сансет Вэлли. И, конечно же, это очень сложно, нам нужно много чего ещё развивать. Мне это немного напоминает историю Трампа, потому что он тоже начинал с бизнеса, потом перешёл в политику, стал президентом, и наш Льюис тоже пойдёт по такому пути. Вы, наверное, заметили, что у нас в семье есть и на пришленцы, и это всё не просто так, потому что однажды ночью, когда он ещё был бедным, его своровали пришельцы. А именно, как её зовут? Сапея. А именно, ребята, Сапея Пламер. Да, она его своровала и оплодотворила, как ни странно. В итоге у них родился Зум Пламер. Это его сын, и, блин, это было, конечно, очень неожиданно, что так всё получилось, но... Это было всё как раз таки в тот период, когда он познакомился с Агнес, когда он начал за ней ухаживать. Потом, получается, родил Зума, сделал предложение Агнес. В итоге, в это время, Сапея и Льюис, они начали очень близко общаться и даже влюбились друг в друга. Получается, между ними была настоящая любовь. Он, конечно, не любил Агнес, но любил только её деньги. В итоге, только ради этого он сделал ей предложение. Ну вот, ребята, начинается самое интересное. Он сговаривается вместе с Сапея, чтобы она вызвала метеорит и придавила на смерть нашу Агнес. Вот, кстати, её могила, да, Агнес умерла благодаря нашей Сапея. И сразу же после свадьбы, когда она была ещё в свадебном платье, на неё упал метеорит. Ну и как раз благодаря этому наш Льюис выполнил свою жизненную цель и увидел призрак богатой невесты. Она всё ещё приходит нам ночью в свадебном платье и ломает предмет. Она очень злая и ненавидит, наверное, Льюис за то, что он сделал. В итоге Сапея переехала в этот богатый дом. Я думаю, что, конечно же, она тоже рада, что благодаря всему этому она теперь живёт богато, живёт со своим любимым. Они друг друга очень сильно любят, у них всё прекрасно. Здесь, кстати, похоронен также и Эрик Дарлин. Как я знаю, это бывший парень или муж нашей Агнес. И, возможно, она сама его утопила, поэтому, как говорится, клин-клином. Но это, ребята, просто предположение, потому что я не знаю, как умер Эрик Дарлинг. И я просто, когда начал игру, здесь уже была эта могила, поэтому не знаю, как он здесь вообще появился и как он умер. Завели ещё одного ребёнка. Это Венера Пламер. Она, кстати, унаследовала внешность своего отца и при этом она ещё пришелец. Конечно, она неполноценный пришелец. У неё очень мало ДНК пришельцев, всего лишь 0,5. А если вы не знали, то пришельцы теряют свою способность тогда, когда у них процентаж меньше 0,2. Я думаю, что этого достаточно для инопланетных способностей. Она тоже умеет вызывать метеориты, там восстанавливает свою интеллектуальную мощь. Я пока играл за пришельцев, я понял, что пришельцы это, наверное, самые читерные персонажи, потому что им спать вообще практически не надо. У них просто так не расходуется интеллектуальная мощь, она только тратится во время каких-то способностей. И это, ребята, очень полезно и круто. Льюис у нас обладает высоким навыком обаяния, также вот он немного развивал спорт, кулинария откуда-то, механика и логика. А вот, кстати, Сапея увлекается рисованием, у неё 10 уровень рисования, также логики. Посмотрите, она просто вот всё время рисовала, всё время что-то чинила, у неё вот логика есть, потому что, ну, у неё всегда очень много энергии. И она очень продуктивный персонаж, она также работает вот художником 9 уровня. Кто-то вот, зум, кажется, устроился у нас подопытным у инопланетян. Получается, над ним учёные проводят различные испытания и за это платят ему деньги. У него, кстати, даже есть воображаемый друг, это Шлёпа Пламер, ему никогда не скучно. У Венеры, кстати, тоже был воображаемый друг и он теперь живёт вместе с нами. Его зовут Атом Пламер, давайте на него посмотрим. Все вот эти воображаемые друзья, они клоны, поэтому мне пришлось немного изменить его внешне, чтобы не играть за клонов, потому что я их ненавижу. И, к сожалению, даже мод Story Progression не спасает нас от этих клонов, они иногда появляются в городе. Это вот горничные, это продавцы какие-то, они всегда есть в этом городе, но зато благодаря этому моду наши обычные стандартные персонажи тоже размножаются и поэтому клонов у нас очень мало. В итоге они встречаются вместе с Венерой и, возможно, у них появятся прекрасные дети, либо воображаемые друзья, либо тоже пришельцы. Конечно, ребята, с поколением инопланетной способности они будут понижаться и в итоге дети уже будут рождаться обычными людьми, но если оно найдёт себе пришельца, то можно будет восстановить своё ДНК. Зум, кстати, имеет полные гены пришельца, несмотря на то, что он тоже родился благодаря союзу человека и инопланетянина, но он был зачат где-то вот в космосе, благодаря опылению, поэтому он является настоящим пришельцем. Получается это 100%. Вот, ребята, наше генеалогическое древо, как раз-таки после того, как его похитили пришельцы, у нас сразу же в родословной появилась Сапея, они потом вместе познакомились, начали встречаться и так далее. Думаю, вы сами уже всё знаете. Давайте как раз-таки уже будем знакомиться с модом Story Progression, я думаю, что прямо здесь уже можно будет заглянуть на генеалогические древа других семей и у нас уже есть вот девушку, её зовут Lakshmi My Coffee. И давайте посмотрим. Она является дочкой Зельды Май и Гобиаса Май. Сами развиваются, и это очень круто. Они получают повышения, они получают какие-то навыки. И это так круто! Мы зашли сейчас вот к Зельде Май, и у неё есть сестра, это Лиана Тесла. И вот, кстати, ребята, всеми знаменитая Юлиана Тесла. Думаю, что все вы её знаете благодаря Sims 2, она там встречала Тоном Лотарио. И даже здесь, ребята, она уже вышла замуж за Майкла Холостяки, это брат Беллы Готт, у них родился ребёнок. Смотрите, как это круто, что Симы развиваются. И вот, кстати, Белла Готт. Белла Готт у нас вышла замуж за Арла какого-то. Это, видимо, тоже чей-то сын. И посмотрите, можно просто своей семьи посмотреть другие семьи, потому что все взаимосвязаны. Получается, Арла у нас это сын Джуди Банч и Джейк Банч. И почему-то у них, смотрите, фамилии объединяются, это всё можно будет настроить. И потом в Story Progression можно будет сделать так, чтобы у нас была только одна фамилия. Там либо мужа, либо жены. Либо чтобы это было как-то рандомно, всё это настраивается, это тоже круто. Этан, Альта Банч, Лиза Банч. Тут, короче, много детей и у всех вот есть отношения, все развиваются. Всё, ребята, это очень круто и интересно. Благодаря одному ролику, который я недавно снял, где мы узнали, что город у нас умирает в Sims 3 без этого мода. Мне написали в комментариях, что вот есть такой мод, как Story Progression, что его можно настроить и город будет жить. И это было очень приятным открытием и поэтому, ребята, я всем советую данный мод, потому что без него играть просто невозможно. Потому что до этого мне приходилось, допустим, самому как-то всё это вручную делать, заводить детей этим семьям. Но это, ребята, уже очень сложно и такое себе. Кстати, Готы у нас, видимо, всё ещё живут в этом доме. Давайте, ребята, мы сейчас отправимся в гости к Готам и посмотрим, что у них там вообще происходит. Кто там живёт, потому что иногда к ним подселяются какие-то друзья или ещё кто-то. О, ребята, посмотрите, это Гунтер Гот, он уже старый, он всё ещё не умер. Прошло, конечно, много времени, я думал, что уже все Готы вымерли, но нет, ребята, посмотрите, Гунтер живой. Кстати, посмотрите, у Гунтера Готы, видимо, жена умерла и поэтому сейчас он встречается с какой-то Кианой. Вот его сын, он поженился на какой-то Санди и у них уже есть ребёнок. Так что, ребята, даже у Майкла уже есть дети. Жалко, конечно, что он поженился не на Белле Гот, а на какой-то вот Санди. Ну, вот как-то так, ребята, бывает и вот такая вот своя история у Sims 3. Это, конечно, очень интересно за всем этим наблюдать. Да, наша Корнелия Гот, к сожалению, умерла, поэтому Гунтер Гот сразу же нашёл себе другую девушку. Ладно, ребята, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Пожалуйста, оцените его, поставьте лайк или дизлайк. Также подпишитесь на мой канал, заглядывайте в мой инстаграм. А с вами был мистер Арманиус, всем пока!